Темная ночь, непроходимый лес и люди с фонариками. Нет, это не голливудский фильм, это реальная жизнь. Хотя очень похоже на историю из триллера. Пожилая женщина ушла в лес за грибами и пропала. Бабушку ищут поисково-спасательный отряд и полиция. Лес непроходимый, поэтому и обувь соответствующая, чтобы не потеряться самим, в помощь компас и спутниковый навигатор. Поиски длились несколько часов. Зинаиду Петровну нашли благодаря совместной работе волонтеров «Лизы Алерт» и вертолетному поисково-спасательному отряду «Ангел». Зинаида Петровна светила в небо фонариком. Пилоты-добровольцы передали данные спасателям. Они встретили уставшую женщину около 12 ночи. На территорию лесного массива возле Сватова она попала в 9 утра 12 июля. И все для того, чтобы найти грибы. Я прошла в том лесу, где это самое, от Фунькова сюда. Здесь прошла, ничего не нашла. Вот. А потом, значит, мне две девочки подарили три гриба и сказали, надо дальше идти. Я шла по тропинке сначала, все правильно. Но белые не попадались. А потом, значит, попалось три беленьких. Вот. Ну, и я тут что-то это самое. Вот. Амфокса нету. И солнце то скрылось, то не скрылось. Здесь она и поняла, что потерялась. Не могла присесть в лесу. Очень уж холодно было. Двигалась, чтобы не замерзнуть. Приплясывала и пела песни. Одним словом, творческая личность. Художник. Обещала портреты наши накидать с руки. Если дадим бумажку и карандаш. Художники любят изображать природу. Она красивая, величавая и опасная, если заблудился. Теперь Зинаида Петровна это знает не понаслышке. Врачи осмотрели спасенную. Ее жизнь и здоровью ничего не угрожает. Алтана Урумбаева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.